Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Эль Аникве. Дорогие друзья, я приглашаю вас на прогулку. Мы сейчас с вами зимой гуляем. Красивый такой пейзаж по набережной. Чуть-чуть немножко прошлись. И возвращаемся в город через парк. И я хочу сегодня поговорить о своей жизни на ютубе. Как я вообще туда попала? Ну давайте я хочу сказать, что я вообще в интернете, в интернете с 2003 года. Я сначала открыла, ну тоже по работе, смотрела информацию, устроилась на работу. И до этого не имела никакого отношения к интернету. А тут нужно было почту смотреть и все. Но я любопытная и заглянула еще кое-куда. Помимо того, чтобы просто отправлять почту, я заглядывала в интернет. Но это было давно, это был 2003 год. И дорогие друзья, я так попала туда. И в общем я открыла дневник. У меня есть дневник, лайф-журнал. Участвовала в разных форумах. Ну в основном на политические темы. Вот я любитель политических тем. И у меня свое мнение. И я вот спорила, отписывалась. У меня были друзья, у меня были враги. У меня были люди, которые пытались вывести меня из себя. Ругалась я. В общем, вот такое было. И даже бывало, что ночами не спала. Потому что до двух, до трех часов ночи была эта полемика в интернете. Ну и так у меня несколько. Потом появился ВКонтакте, мой мир. В моем мире нашла я родственников дальних по отцу. Вот, которые мне рассказали, прислали документы, подписные листы, переписные листы, переписи сельскохозяйственные, которые мне рассказали о том, как, о моих родственниках более подробно. И вот шло время, там мой мир, потом ВКонтакте. Ну и потом еще какие-то сайты были, сайты о путешествиях. В общем, было интересно. Ну, я все это время еще любила фотографировать. Я с 90-х годов фотографировала на мыльницу. Старалась сделать художественные фотографии красивые. Потом, вот когда смартфоны появились, я на смартфоны. И публиковала фотографии свои с места отдыха, скажем так. На Алла-Коле отдыхала. А с 2013 года я стала ездить за границу, в Турцию, потом Египет. И делала фотографии там. И так вот моя жизнь была прекрасная. И как я на YouTube-то попала? На YouTube я попала, потому что у меня сломался смартфон. Я купила новый, он был покруче. И я поехала в Египет. И я снимала фотки, фотки. Я не догадалась почему-то, что видео можно снимать. Как-то далека было от этого. И однажды нас пригласили, мы на экскурсии были в Каире. И нас пригласил экскурсовод. Он, в общем, у нас, мы ночевали на корабле. Такой корабль, гостиница, отель. Корабль-отель, который был на воде. В общем, это была река Нил была. И вот на реке Нил мы ночевали в этом корабле. Но сначала у нас был ужин, а потом нас пригласили в кафе на этом же корабле. И потому что наш экскурсовод рассказывал всю дорогу о своей судьбе. И он нам показал свою невесту. И это был второй ужин такой. В честь его невесты, в честь их бракосочетания. И нам, всем он предоставил нашей группе, за свой счет, пирожное и кофе. Ну, напиток какой-либо на нашу бар. И, в общем, еще прекрасный был вечер, прекрасный официант. Все это, знаете, у меня такое ощущение было, как будто я на Титанике, на Титаник попала. У меня фотки колоссальные, хорошие. У меня даже видео есть на эту тему. Но поразила меня эта девушка, которая настоящая египтянка, коренная. Она танцевала танец живота. Мне так это понравилось. Я просто в детстве балетом занималась. И вот с такой, с другой точки зрения, не скажу, что я специалист, но знаток такого творчества. Мне понравилось. Вот это все очень красиво. И я решила ее сфотографировать. Но по ошибке я нажала на кнопочку и снялось видео. Второе видео я сняла, это уже сознательно. Когда мы на батискафе, в Шарм-эль-Шейхе, плыли. Батискаф это такие, ну, в общем, окна в воде. И мы проплывали мимо кораллов, и там были рыбки эти плавали цветные. Это было такое завораживающее зрелище. И я тоже вот тут сознательно сфотографировала. Но я тогда вертикально держала аппарат, смартфон. И вот два видео. Потом, когда я приехала, я эти видео, чтобы они не пропали, опубликовала на своем канале. Он же у меня был. Я же общалась раньше, читала, смотрела, писала комментарии. А когда комментарии пишешь на ютубе, требует зарегистрироваться. И вот я решила на свой канал забросить эти два видео. Я их забросила в мае. А где-то в августе заглянула. Оказывается, у меня три подписчика и просмотры. А видео с этой девушкой танцующей, там такая красивая арабская музыка, написано было, что письмо пришло, и написано, зайдите на компьютер, посмотрите в творческой студии, настройте канал, оптимизируйте. Я думаю, боже мой, ну зашла, посмотрела. Оказывается, за нарушение авторских прав 40 стран. В общем, замечание как бы прислали от 40 стран. Я вообще испугалась, потом записала какую-то другую музыку. Ну и так вот началось все. Потом я себе знаю, что я увлекалась шопингом в интернет-магазинах. Я решила обзоры эти делать. Потом, думаю, путешествия можно. А потом меня эта вся лавина захватила, дорогие друзья. И я стала снимать и цветы, и деревья. И вы знаете, я увидела, как прекрасен мир.